Внимание! Говорит Москва, передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 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 дома, но уцелел. Ему пришлось выселяться. При первых налетах были в разных местах пожары, так как еще не научились быстро тушить зажигательные бомбы. На Арбате разрушен театр Вахтангова, о чем убиты два артиста, дежурившие. На поварской полу разрушен дом с аптекой, на Шаболовке разворотило несколько маленьких домов, на Серпуховской разрушило кино, а в большом универмаге вылетели все стекла. В окрестностях Москвы бомбы, сброшенные спасавшими самолетами для своего облегчения, также произвели разрушение и пожары. Население привыкает к налетам, организовывает защиту и дежурство, улучшает убежище и порядок в них. Слушаю. Да-да, он занят. Я передам. Антонина Ивановна, если позвонит Отто Юльич, скажи, что я в курсе и жду его к 18 часам. Хорошо, Владимир Леонидович, я передам. Слушаю. Извините, Владимир Афанасьевич заставил вас ждать неотложные дела. Я понимаю. Собирают с Евой Самовной в дорогу, Владимир Афанасьевич. Эвакуация. 25 июля уезжали. Эвакуация. Неужели все так? Да. В связи с приближением фронта, Отто Юльич Шмидт поднял правительственный вопрос об эвакуации Академии наук на Восток. Вопрос решен положительно. Всех нас отправляет из Москвы. Ферсманов, Куйбышев, туда же президиум Академии, а пожилых, золотой фонд, в том числе нас с вами, вглубь Казахстана, в Буровой. Я не могу оставить институт, это мое детище. Нет. Нет, Владимир Леонидович. Я готов выполнять любую работу, но отдыхать, кумыс, пить, уволить. Разделяю вашу реакцию на что делать. В Буровой поэт Бах, Волгин, нашего патриарха тоже туда. Сравнили, ему же 90, стукнуло его под ручки водило. Владимир Афанасьевич, это решение ЦИБНРКОМА и ЦК. Вглубь страны и на Урал перебрасывают наиболее важные для оборонной промышленности предприятия людей. Это разумно. Восточные запасы сырья велики. А вот возможности снабжения, транспорт, время доставки. Пока мы теряем один за другим очаги украинской металлургии, напрашивается естественный вывод. Снова сделать Урал кузнецей России. Вот у меня как раз тут еще тепленькая верстка второго издания образования гор и рудных месторождений. Вот здесь как раз Сибирь. Жаль, что не Урал. Но вы же знаете, Урал в старину считался частью Сибири. Так я его по старинке сюда и включил. Прошу вас переслать это Бардину. Он сейчас там. Возможно, ему это и пригодится. Отправлю незамедлительно. До скорой встречи, Владимир Иванович. Между прочим, наши головы еще для дела пригодятся. И на том спасибо. Всего вам доброго. Всего доброго. Пожалуйста, Владимир Иванович. Корректура выверена. Опечаток нет. Благодарю вас, Нина Спиридонна. Сегодня же просматривал нашу геологическую серию. Вот ведь какие дела, Нина Спиридонна. Вы проваживают вашего шефа на отдых. В санаторий. Я, видите ли, фондом стал. Правда, золотым. Как это? А как же институт без вас, Владимир Иванович? Ну, останется мой заместитель, Сунгин. Ну, Михаил Иванович, он же после этой бомбежки, он от контузии наверняка еще долго не оправится. А журнал, журнал-то как? Мы же осиротим, Владимир Иванович. Вернемся мы, вернемся. И потом, Нина Обручеве, в конце концов, свет клином сошелся. Да, это так говорится, но на деле, а в жизни. Ее в самом она знает? Нет. Владимир Иванович, я беру с вас слово. Как только вы приедете на ваше новое место пребывания, как только вы обоснуетесь, вы сразу же дадите мне знать о себе. Я приеду, я приползу, я прилечу, я пешком приду. Ну, успокойтесь, я обещаю вам, Нина Спиридонна, обещаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok От Советского информбюро В течение 28 июля наши войска продолжали вести бои на Смоленском и Житомирском направлениях. Наступление противника на этих направлениях разбивается о стойкость и упорство наших войск. Наши войска местами переходят в решительные контратаки и наносят противнику тяжелые потери. На остальных направлениях и участках фронта крупных боевых действий не велось. Наша авиация во взаимодействии с войсками наносила удары по крупным группировкам противника и по авиации на его аэродромах. По уточненным данным за 26 июля уничтожено 109 немецких самолетов. Наши потери 36 самолетов. Действиями береговой обороны и авиации Краснознаменного Балтийского флота... Уважаемый Владимир Леонтьевич, позвольте мне на правах хозяина дома, принимающего дорогие гостей, представить вам Свердловчан. Известный вам член-корреспондент Академии Лев Львович Колданов. Руководитель, можно сказать, всех уральских геологов Шаповалов Иван Савич. Руководитель, директор сейчас уже объединенного завода номер 331 Петров Сергей Фёдорович. Инженер, член Свердловского горосполкома Иванкова Нина Ивановна. Военпред товарищ Камышев. Остальных в рабочем порядке вам представит Иван Савич. А товарищ Соколов Виктор Николаевич возглавляет партийное руководство области. От имени партийных, общественных организаций, от наших научных кадров, а также от всего трудового города Свердловска, позвольте мне, товарищи академики, приветствовать вас в нашем городе. За радушный прием. Благодарите. И давайте сразу к делу. Вы уже знаете, что мы, не без активного вмешательства Владимира Афанасьевича Обручева, дали согласие и решили остаться здесь, в Свердловске. Несмотря на то, что основные силы Академии и Президиум сосредоточены в Куйбышеве, и я, и Обручев, как и наши коллеги, сочли целесообразным свое присутствие в центре кузницы оружия. На Уралсов Нарком направил академиков Бардзина и Ферсовна. Да и у вас местные силы немалые. Предлагаю сообща продумать, чем и как помочь отчизне столь трудно, честно. А не скажут ли, что по дороге в Боровое академики сбежали? Пожалуйста, не беспокойтесь. Я найду нужные слова, чтобы объяснить наше решение в Сан-Неркуле. Там поймут. Советские ученые не могут оставаться в стороне, когда идет война. А вы нас отозвали. Мы вам нужны. Вы нас отозвали в распоряжении Уральского геологического управления. Меня, как геолога, который больше полувека занимался Сибирью и Уралом, и сейчас будет заниматься. Будет, будет. Ну, Комарова, Владимир Леонидович, президент Академии наук. Он нужнее тут, а не на курорте. Совершенно согласен с товарищем Обручевым, нашим кадром это может оказаться большим подспорьем. Прошу каждого подготовить свои предложения. Срок кратчайший. Соберемся. Я думаю, лучше у нас в управлении. Там помещение позволит собрать ученых, работников, промышленных предприятий, местных товарищей. Хорошо, начнем завтра же. Время? Если не возражаете, тоже? Милый Сережа, мы с Евой живем в Свердловске с 30 июля. Месяц прожили в гостинице, а потом получили квартиру. Две небольшие комнаты с маленькой кухней. Даже ванной, электричеством и прочими удобствами. Чистую, никем не обжитую, но довольно далеко от центра. В том же доме рядом поселились президент Академии наук Комаров с женой и племянницей. Академик Волгин и к зиме из курорта Боровое вернется академик Бах с семьей. Получили необходимую мебель, так что можно работать. Я привез с собой весь материал для пятого тома истории в виде готовых рефератов. И теперь занят их редактированием. Проредактировано уже около шести тысяч рефератов. Осталось тысячи полторы. Работает довольно скучно. Кроме того, по вечерам я начал писать воспоминания о путешествиях в Средней Азии в виде популярной книги, подобно от Кяхты до Кульджи, которая очень понравилась и вся распродана. В эту книгу войдут экспедиции в Закаспийский край и в Джунгарию. Ты пишешь, что в Саяне в районе Аки осталось много непонятных мест. Такие же места остались, вероятно, и в Хамар-Дабане. Так что весь район потребует дальнейших исследований. Но проектировать что-либо на 1942 год пока невозможно. Ужасная война требует таких жертв и несет такие опустошения, что на ближайшие годы едва ли найдутся средства на исследования, не имеющие непосредственных практических задач. Ленинград храбро и успешно обороняется. И там, конечно, жутко. Но ни его, ни Одессу немцу не взять. Из-за соседства моря, которое не допускает полного окружения и дает флоту возможность сильно помогать защите. Немцы делают отчаянные усилия, не щадят своих солдат, бросают в бой последние резервы. И ясно, что проиграли войну. Уже не хватает нефти, снарядов, армия устала, питается плохо, несмотря на грабеж. Растет недовольство. А холода доконают фашистов. Партизаны в тылу и волнение во всех захваченных странах расшатают силы Гитлера и недалек уже конец его подлого нападения и вообще фашизма в Европе. Полчища взбесившихся и опьяневших от крови гитлеровских гадов творят чудовищные преступления в захваченных ими районах. Имеются сотни фактов, когда кровавые фашистские собаки истребляли неминных женщин и детей, старых и больных, раненых и пленных постармейцев. Кровавые насильники гитлеровцы на своем пути сжигают наши города и села, истребляют наш народ. И одно за другим неслыханные преступления сменяются новыми, еще более неслыханными и бесчеловечными. Кровавые преступления гитлеровских человеконенавистников порождают в сердцах советских людей неугасимую ненависть к врагу, зовут к расплате, закаляют нашу волю бороться до тех пор, пока не будут истреблены гитлеровцы эти чудовища в образе людей. Весь советский народ клянется кровью замученных немецко-фашистскими мерзавцами советских граждан не давать никакой пощады кровожадным гитлеровским бандитам. Смерть за смерть, кровь за кровь. Вы слушали передовую статью газеты «Правда». Читала Ольга Высоцкая. Дверь, дверь закрывайте. Маскорский день в 12 часов 10 минут. Пожалуйста, отправьте. Обычное в Ташкент, заказное в Москву и треугольником, как сами понимаете, на фронт. И посмотрите корреспонденцию до востребования на мое имя. Обручев. Обручев. Пожалуйста. Обручев. 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 Пожалуйста. Благодарю. Обручев. Пожалуйста. Благодарю. Обручев. Не понимаю, вы, товарищ, не перепутали? А что, недостаточно четко написал адрес? А я всегда был убежден, что обладаю превосходным почерком. Почерк-то хороший, но ведь вы написали институт мерзлотовизни имени В.А. Обручева. И вот на этом, что в Москву, и на том, что в Ташкент. Не ошиблись? А, вы, наверное, сегодня первый день в этом почтовом отделении. Но ведь вы Обручев. Обручев. В.А. В.А. А институты, вернее, вот институт мерзлотоведения, моего имени. Шутите? А ну-ка, дайте-ка еще раз ваш документик. Пожалуйста, проверяйте. Только, пожалуйста, поскорее, если можно. Извините, пожалуйста. Не каждый день ведь встретишь живого академика. Да еще, чтобы его именем институт назывался. Да ничего, ничего. Вы не извиняйтесь, я же понимаю. Разъехали сотрудники по станции мерзлотоведения. Вот и идет корреспонденция из Воркуты, Сыгарки, из Якутии, Андижан, даже Чукотки. Все эти письма, бандероли, пакеты и даже журналы адресованы мне. Владимир Афанасьевич, Владимир Афанасьевич, вот и снова встретились. Простите, не припоминаю. Лонин я. Лонин? Я знал Лонина, Якова. Был у нас старшим рабочим в экспедиции. А вы? Сын его, Вася, при бате находился. Так это ты. То есть, простите, вы. Да, да. Увязался за нами тогда один такой мальчишка шустрый. Да, ну и повзрослели же вы. Седьмой десяток пошел, Владимир Афанасьевич. Время идет. У вас, наверное, уже дети взрослые. Был. Сын. Яковым в честь деда назвали. Был. Убит. Война? Нет. На КВЖД. Двенадцать лет назад. Погиб вместе с женой. Пограничной заставой командовал. Тридцати не исполнилось. Дочка осталась. С нами живет. Вместе работаем. А у вас все живы? Да пока все. Один на фронте. Извините, что задержал. Ну что уж. На завод надо. Скоро с миром. Надеюсь, еще свидимся, Владимир Афанасьевич. Обязательно, Василий Яковлевич. Обязательно. О, а я просто был уверен, что встречу вас на почте. А почему же уверены? Ну ведь по вас в городе часы можно сверять. Да. Не глядя, могу сказать, что сейчас три или начало четвертого. Двадцать пять минут четвертого. Это уже не начало. А в общем, вы правы. Вот, заговорился с девушкой, старого знакомца встретил, подзадержался, а время привык ценить, стараясь делать все вовремя. Владимир Афанасьевич, это как же понимать? Отец геологов и безвальник. Отцом нашей геологии следует величать Александра Петровича Карпинского. Я так понимаю. Так метет на улице. Как же вы в таком виде доберетесь? Да ничего. Доберусь, не беспокойтесь. А у меня к вам дело. Слушаю вас. В воздушных боях на подступах к Ленинграду за два дня сбито пять немецких самолетов. Во время штурмовых налетов на вражеские колонны летчики авиачасти полковника Данилова уничтожили 31 автомашину с пехотой и несколько бронемашин. Немецкие фашисты зверски истребляют польский народ. Только за последнее время гитлеровские бандиты расстреляли в Польше тысячи человек, бросили в тюрьмы и концентрационные лагеря 60 тысяч человек. Больше 540 тысяч рабочих насильно посланы в Германию на принудительные работы на немецких предприятиях. Это не считая 640 тысяч пленных поляков. Немцы всячески издеваются над поляками. Все поляки ходят со специальной повязкой на ухове с буквой «Б». Вся польская собственность конфискована немецкими властями. Поляки лишены всех прав. Польскую интеллигенцию и священников фашисты бросили на дорожное строительство и рудники. Пожалуйста, открыто. Добрый вечер. Добрый вечер. Извините, я вас самого за такой вид. Я уж к вам запросто, по-соседски, поскольку на одной площадке. Хочу отвлечь вас ненадолго, Владимир Фанасьевич. Надо бы кое-что обсудить. Хорошо, что зашли, а обсудите за чаем. Сегодня ведь у него, ему исполнилось 78. Действительно. Ну, 10 октября. Скажите нам, милый, сколько прожил? Поздравляю, дорогой Владимир Фанасьевич. Признаться, я предполагал сделать это завтра на заседании вместе со всеми, так сказать, торжественной обстановке. Да ничего удивительного, что он забыл. Сейчас такое время, так страшно, что всё можно забыть. Вообще-то ты права, но у меня особое свойство памяти. Вот иногда хочется выкинуть из головы ненужное, и всё никак не удаётся. Но зато дни рождения близких мне людей я берегу здесь с особой тщательностью. Неужто и мой помните? А как же. Родились вы, Владимир Леонидович, 1 октября по-старому, стало быть, 13-го, по-новому, 1869-го года. Пороситель. А говорит, что память плохая. А через три дня в торжественной обстановке мы будем отмечать ваши 70 с хвостиком. Да. Да хорошо, что хвостик не такой уж большой. А то я спросил как-то одного своего почтенного коллегу, сколько ему, а он и ответил, 40 с хвостиком. Хотя хвост был, как я полагаю. Однако не забудем, сегодня у вас праздник, и вы мне позволите, я мигом только принесу свой презент. Одну секундочку. как ты думаешь, Эва, чем это собирается Владимир Леонидич меня удивить? Понятия не имею. Он человек внезапный. Да, с ним не соскучишься. Возраст солидный, а сердце и голова, как у юноши. Как у тебя. у меня нет. У меня нет. Задаю вопрос того рожденному. Что он больше всего любит? Россию, геологию. А затем? Жену, детей. А еще что? Чай китайский. Так вот он. Сто граммов самого высшего сорта. Владимир Леонидич, о таком подарке я не смел и мечтать. Благодарю вас. Благодарю. Я сразу завари нам. А я вам, любезная соседушка, передам один секрет. Унаследовал его от деда по отцовской линии. И бережно хранил до сего дня. Никогда никому не рассказывал. Но моим дорогим друзьям открою. Покойный дед знал единственный способ приготовления хорошего, крепкого, душистого чая. Наверное, надо смешивать разные сорта? Нет. Надо класть побольше заварки. Хоть это и из старого анекдота, но у вас, как всегда, все к месту. жена говорит, не стань я академиком, был бы неплохим конферансье. Они тоже пользуются старыми анекдотами. И вы бы пользовались на эстраде таким же успехом, не меньшим, чем в науке. Пойду заваривать по вашему рецепту. Давайте подведем некоторые итоги. Хочу поделиться одной идеей и узнать ваше мнение. Прошу. усилиями Академии наук, нашими с вами, создана постоянная комиссия для того, чтобы направлять работу научных организаций в сторону максимальной мобилизации природных ресурсов для нужд обороны. Так? Безусловно. Поэтому геологические экспедиции Академии и ее уральского филиала уже подчинены решению этого важнейшего вопроса. А сегодняшний Урал, отдаленный от мест боевых операций, представляется хребтом мощных экономических укреплений, вытянутых параллельно фронту. Образно и справедливо. Тут проходят линии крупных месторождений, рудников, заводов, электростанций, создававшихся в течение трех-пятилеток. Сейчас же мне представляется лесообразным выделить конкретные структурные сдвиги в хозяйстве Урала. Они должны вытекать из потребностей современной военной техники. К примеру, основой материальной части вооружений является специальной стали. Значит, одним из основных решающих звеньев остается черная металлургия. Логично? Вполне. Рудная база Урала допускает быстрое развитие выплавки высококачественных чугуна и стали. Вторая основа современной военной техники легкие металлы. Сегодняшняя промышленность неразрывно связана с производством алюминия. Тоже возможно. Мы имеем здесь редкое сочетание запасов бокситов и расположенных рядом угольных месторождений. Все это обеспечивается водными ресурсами. Прекрасно. Третья основа военной техники химическое сырье для строительства производства много времени не потребуется а сырьевая база есть. Насколько мне известно я оборудование. Наконец четвертое необходимое в современной войне жидкое топливо. Короче вам Владимир Афанасьевич как никому карты в руки. Надо продумать и так распределить работу нашей комиссии чтобы каждый из названных разделов возглавил крупнейший в своей области исследователь из числа действительных членов и сотрудников Академии наук. С правом привлекать геологов, технологов, энергетиков, инженеров-практиков, мастеров и цитара. Прекрасная мысль Владимир Леонидович. Пожалуйста открыто. Пожалуйста здравствуй. Здравствуйте я сама не знаю вот это к столу а это передайте Владимиру Афанасьевичу. Я сегодня не могу я никуда я тебя не отпущу. Я потом зайду у меня что дома? С мамой плохо. Господи. Покоронка пришла. Все равно никуда я тебя не пущу. Нет никуда. Снимай пальто. Ой там 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 комаров. Вот молодец. Иди иди Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Афанасьевич я вас поздравляю. Благодарю. Как новорожденному вот вам в подарок чистые листы. Ну не а это последний выпуск нашего ровного геологической серии известия Академии наук. Благодарю. Отпечатали на сутки раньше. Но бумага плохая. Шрифт мелкий старый и выглядит не так как прежде не так как в Москве. Нет. Ну и на этом скажите спасибо. До внешнего ли вида геологической серии сейчас в такое время? Сейчас в такое время да вот именно сейчас в такое время вот именно в этом нашем журнале Академик Оборочев выступает с важнейшей статьей. Я как секретарь печатного органа отделения геологи отделения географических наук подтверждаю это. Статья опубликованная в этом номере даст возможность именно сейчас поднять уровень добычи золота в стране. А вы знаете что это значит сейчас в условиях войны. Спасибо. Спасибо Нина Спиридоновна я обязательно ознакомлюсь с последним номером журнала а статью Владимира Афанасьевича прочту с предельным вниманием. простите пожалуйста простите Нина Спиридоновна вот вы имеете претензии к виду журнала внешность говорите у него неимпозантная ну а сами то вы сейчас какую имеете внешность думаете импозантная отнюдь Владимир Афанасьевич ну что за шляпка я не знаю платок или ушанка больше подходит к сезону к обстоятельствам перестань извините я ведь не про моды опускаться нельзя чем труднее условия в которые попадает человек тем строже он должен следить за самим собой ой простите я сейчас пожалуйста ага вечер добрый здравствуйте раздевайтесь проходить не велено передать академику обручеву Владимиру Афанасьевичу обручеву на день рождения может я еще напутала нет это квартира академика обручева тогда берите о спасибо да вы раздевайтесь раздевайтесь пойдемте чай пить пожалуйста прошу вас пожалуйста раздевайтесь нет нет спасибо не до свидания до свидания ну спасибо большое всего хорошего всего спасибо вот тебе прислали сказали ко дню рождения а от кого не сказали а я знаю от кого никогда не пользовался подобной амуницией и теперь я пойдусь без этих ботфортов их нужно на фронт отправить там они нужнее я вам немедленно сейчас же отправь их обратно Владимир Афанасьевич успокойтесь пожалуйста товарищи правильно поступили зима здесь суровая вы часто стали своровать простуду ну и вообще пора же уже о возрасте подумать нельзя щеголять в холодной обуви да Владимир Афанасьевич вот вы только что говорили что человек в трудных условиях должен особенно следить за собой и одеваться соответственно советы вы даете приотличные а сами ты что ж ну ладно ладно примерю пожалуйста пожалуйста печать Англии и Соединенных Штатов Америки о провале немцев на Восточном фронте Лондон все английские газеты помещают на самом видном месте советское сообщение об успехах Красной Армии в боях за Москву Таймс дает заголовки колоссальные колоссальные германские потери в битве за Москву 85 тысяч убитых уничтожено 1400 танков русские занимают все новые города противник находится под сильным нажимом захвачены большие трофеи Нью-Йорк американская печать и радио подчеркивают огромное значение поражения германских войск на подступах к Москве газеты Нью-Йорк Таймс и Нью-Йорк Геральт Трибюн опубликовали полные тексты сообщений о разгроме немцев на Московском фронте и заявления советского информбюра военный обозреватель газеты Нью-Йорк Таймс Болдуин пишет что в настоящее время наступает уже Красная Армия а не немцы поражение немцев обнаружили удивительную силу русских в то же время германский солдат теряет веру в гитлеровскую легенду о непобедимости Германии я пригласил представителей завкома комитета комсомола порткома в лице Нины Ивановны одновременно заведующей лабораторией с тем чтобы в присутствии представителей партийного руководства Виктора Николаевича Соколова и военпреда товарища Камышева обсудить чрезвычайное задание в самый кратчайший срок нам поручено создать новый более прочный вид стали разрешите пояснить присутствующим пожалуйста фронту нужны танки как можно больше как можно быстрее однако в тех что у нас есть надо кое-что усовершенствовать что именно траки что это такое гусеницы траки обувь танка быстро изнашиваются особенно когда машина маневрирует на полном ходу вот так и со мной было влетели в самое пекло вдруг стоп выскакиваю посмотреть гусеница развалилась вот тут и накрыло ваше предложение товарищ вам слово Нина Ивановна по рецепту академика Бардина лаборатория провела ряд испытаний но я уж сколько раз анализировала взятые пробы стали трещины хрупкой как стекло соедините меня с академиком Бардином так разыщите скажите звонит директор 331 Лена принесли пробы Иван Павлович извините за беспокойство по последнему рецепту снова не получается да трещины разрывы А как вы знаете постановление ЦК и Совнаркома что прекратить плавку военпред товарищ Камышев настаивает на продолжении проб считаете что ничего не даст хорошо хорошо сказал что сейчас приедет Павлович а 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 Старое уральское месторождение Марганца практически выработано еще до революции Основной запас Марганца в стране это Никополь и Чаатуры Никополя сейчас нет, понимаете, нет А Чаатуры, это же на противоположном конце от нас Из Грузии в Свердловск возить руду Через всю вздымленную войной, разрезанную фронтами страну Так-то, уважаемые коллеги, ясно положение? Куда уж яснее Однако задание мы обязаны выполнить Товарищ академик, фронт требует танки как можно быстрее Мне приказано обратить особое внимание на качество стали Особое Иван Павлович Вам, конечно, виднее продолжать ли попытки составления сплава без достаточного количества марганца Но что делать? Вы же слышите, нужны танки А с другой стороны, я ведь не могу давать хрупкую сталь на броневую обшивку и драки Не могу Это будет преступление Все сделано по вашей прописи Вот результаты последних анализов Серы много Прокаливаемость незначительная, красноломкость очень большая, очень На устанитную структуру ни намека Я так и предполагал А ведь марганца нет, вот и пытался выйти из положения Хотя предвидел результат У меня такой сильно трущейся детали, как драки И безоустанитной марганцовистой стали Безусловно, заведомый брак Вы правы, коллега Без марганца не обойтись Его надо добыть любой ценой Горячка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok